Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думала, что на 31-го и у меня уже месяц назад был план спроектирован полностью под 31-е число. Но с высоты спустилась специально, чтобы 31-го бежать, но гонка оказалась и перенесли на 29-е, поэтому придется бежать 29-го. Да, здрасте, побегу 29-го. Вот сижу, смотрю, в хантах солнышко у нас сегодня, но морозненько, где-то минус, наверное, 15-10 на солнышке. Было прохладно, ветрено, кошмар, фу-фу-фу. Ветер в 8 метров в секунду. Не для индивидуалки. На России всех порвешь. Ну, посмотрим. Я сразу скажу, что я сейчас не в топ-форме. Спасибо. Настрой на следующий сезон. Ну, честно говоря, я думаю, что мне надо сделать определенную паузу и... Так, 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 читаю, читаю. Так вот, про следующий сезон. Я думаю, что в любом случае будет делать определенную паузу в тренировках, в соревнованиях. Посмотрим. Вот, потому что нужно дела привести в порядок и в спорте, и в жизни, и в здоровье до конца. Понять, какие-то проблемы, не проблемы. И дел накопилось много по жизни. И я думаю, что... Ну, да, я всегда не в топ-форме. Это понятно. Честно говоря, сказать, что я вообще испытывала пик формы за последние 4 года, я не знаю такого. И, к сожалению, не могу сказать, что это моя вина. Вот. Так вот. О, занят Дима. О, ну ты мне вышли, пожалуйста. Фрагмент. Вот. По поводу следующего сезона сразу скажу, что... Скорее всего, я выступать в следующем году не буду. И есть определенные мысли. Ну, такие по жизни просто, что... Назрела уже эта пауза. На протяжении 9 лет, что я тренировалась, я практически не отдыхала никогда. Даже когда многие ездили в какой-то отпуск, практически я не выступала, не отдыхала. За 9 лет я была в отдыхе, скажем так, куда-то выезжала на море еще куда-то всего 2 раза. И, видимо, это мне боком вышло. Я тренировалась просто круглогодично. Я думаю, что назрел этот перерыв. И 100% что... Ну, примерно полгода после чемпионата России я не буду тренироваться в той мере, в которой... Мы привыкли тренироваться. Буду выходить в поддерживающем режиме, может быть, там, 2-3 раза в неделю. И просто восстанавливаться психологически, эмоционально, в первую очередь. Физически в том числе. И посмотрим, как будут обстоятельства дальше. Настрой есть. Тренироваться, готовиться дальше. Но следующий сезон, я думаю, что точно мимо меня, максимум, к концу сезона я, может быть, буду на старт. Да, принимая решение, я думаю о себе. Спасибо за комментарий. Потому что, ну, не хочется, на самом деле, комментировать все происходящее в нынешней команде, в нынешней сборной. Я не скрываю, что я не согласна со многими тренерами. И в этом году было не согласна. И просто надоело терпеть такие выступления, ну, скажем так, неадекватные. И я знаю, что способна намного больше, поэтому будем тренироваться за ним, Дима. Это сейчас не официальное заявление. Официальное заявление будет тебе только, когда ты приедешь. Нет, на самом деле, серьезно, в ближайшее, я думаю, что до августа месяца я не планирую тренироваться в том ключе, в котором я... Ну, в котором мы все привыкли. И пора немножечко привести дела в порядок. По-настоящему. Потому что уже это давно зрело. Вот вы знаете, вот сейчас читаю, что вы пишете. Что я могу сказать? Вот сейчас, наверное, да, официальное такое заявление, что... Вы знаете, хочется, чтобы тренер и... Ну, хоть вообще хоть кто-то брал ответственность за то, что происходит в команде. Чтобы был какой-то, ну, не знаю, ответ со стороны ответственных лиц. Потому что, когда я сама предлагаю... Давайте, окей, ответственность все перекладываю на меня. Я сделаю так, как я считаю нужным. Но мне в ответ говорят, что нет, так нельзя. И ты будешь делать только то, что мы тебе скажем. Ну, я не знаю, как на это реагировать. Чего вы вообще ждете? Хочу сказать, что в защиту, например, Таня Акиной. На нее очень сильно народ, ну, очень грубо будет сказано, окрысился, да. Но на самом-то деле все действительно обстоит в команде именно так, как она говорила, что, да, ответа от тренера в сборной, ну, вообще никакого. Мое мнение, что взаимодействие... Я не буду переходить на личности. Взаимодействие спортсмена-тренера должно быть не таким, каким оно обстояло в этом году. Сильно не буду комментировать, но в принципе в каждом высказывании Тани я ее поддерживаю. Нужно ли менять тренерский состав, где Леша Волков? Леша Волков, я думаю, там, где ему нужно быть. Мы не настолько в близких отношениях, чтобы знать, делаем. Я думаю, что он где-то здесь, рядом. Ну, нужно ли менять состав тренерский. Ну, не в моей компетенции рассуждать на эти темы, но в этом сезоне то, что было, лично меня не очень устраивало. Но, опять-таки, это в силу того, что я считаю, что должен быть диалог между тренером и спортсменом. И, в первую очередь, человеческие качества какие-то, они приоритетные относительно даже тренерского профессионализма. Мы этого не наблюдали в этом году. В Магнитогорске нет, не было. Наш биатлон где-то в глубокой яме. Вот вы знаете, опять Дима занят. Привет, когда два года назад ты задал мне вопрос на тему того, что... Когда ты почувствовала дно, ну, оно оказалось неимоверно просто просторным. Оказывается, это дно даже ниже того, о чем мы с тобой говорили. Так, на самоподготовку. Ну, наша система, наверное, не позволяет готовиться так, не топовым спортсменам. Сезон был, да, тяжелым, потому что, ну, он был, в принципе, вообще никаким. Скажем так, в октябре я провела самостоятельный сбор и была абсолютно удовлетворена этим. В ноябре я приехала на вкатку с командой в Тюмень. Меня устраивало абсолютно все. Я чувствовала себя очень хорошо. Но в тот момент я сказала тренеру, что вот состояние лучше, чем сейчас у меня не будет. И мне просто задача удержать состояние. Мы приехали в это что ли, меня заболело. И, в общем-то, все пошло под откос. И меня немного упрекают в том, что я в октябре провела самостоятельный сбор. Но, не знаю, я не считаю, что это была ошибка. И ошибкой было совсем другое, потому что в октябре я била копытом. Я была готова, я хотела, рвалась в бой. И я думаю, что, конечно, нужно уделять больше внимания какой-то самостоятельной подготовке. То, как я провела, конечно, то мое состояние в начале, допустим, в ноябре, в декабре. Это вообще несопостоимая вещь. И буквально месяц в команде я провела, и все покатилось к чертям. Ну, не знаю, в январе болело много, остановиться не могла толком. Да, сезон кошмарный просто. Сейчас вот надеюсь, когда немножечко перефектирую на чемпионате России. Но не думаю, что стоит ждать чего-то сверх. Скорее стоит рассчитывать на собственную какую-то стабильность и на хорошее стечение обстоятельств. Хорошо общаюсь сейчас с командой. Ну, с тем, с кем мне нужно. Хорошо общаюсь. Мы в прекрасных отношениях с Катюрой, в нормальных отношениях с Таней, с Дашей. В принципе, со всеми девочками, но в таких наиболее, наверное, каких-то относительно близких отношениях с Катей находимся. Ну, понятно, что тут это спор внутри команды, и не дождешься ничего очень уж такого персонального. Так, губерния. Ну, про губерния я не буду ничего говорить. Да, что вы пристали тут? Да, что вы пристали тут? Так, старт, ну, вот, например, можно, да, в общем, говорю так. Ну, в ВКонтакте вы пишите. Я в конце сезона сейчас вы приезжали домой после Чемпионата России. Я отправлю большую посылку. К сожалению, не сложилось. Я просто не успела, уехала за границу. Я отправляю очень большую посылку в этом году с картами, с автографами, с номерами. Еще с прошлых лет, с аккредитациями, какими-то там, сувенирами. Я отправляю все администратору группы, и она будет делать рассылку. Это вот все на ее усмотрение. Пишите, пожалуйста, туда, и можете сослаться вот на это видео. Все будет там. Смотрю в телевизор, у меня ТНТ там играет. Ну, когда я разговаривала, ну, как-то в камеру смотреть, я непонятно с кем разговаривала. В Чайковский, зачем в Чайковский? Сейчас я в Ханты-Мансийске. О-о-о, микрофон закрыл. Очень плохо. Так, посылку еще раз. Слушай, Дима, ну, по поводу Королькевича я не буду ничего говорить. Ты и так все прекрасно знаешь мои отношения. Я была на первом и на втором этапе в Ханты-Мансийске у Эстерсон Хохфильтсен. И он был там. Он был в Хохфильтсене. Что было дальше, я как бы не знаю, и меня мало это интересует. Контакта у меня с тренерским штабом как такового особо не было. И, ну, скажем так, после того, как в декабре я уехала из команды. У меня был некоторое время контакт с Девятяровым. Больше ни с кем, ни с тренеров я не контактировала. И, как бы, они со мной тоже. Ну, для меня в какой-то степени это, конечно, дико, потому что с тем же старшим тренером нынешней сборной команды мы проработали практически три года вместе. И из этого четверыхлетия, ну, от него я не слышала вообще ничего. Ребенка моего? У меня нет ребенка пока. Слушайте. Настя плохо рассылает, потому что Оленька плохо рассылает. Извините меня, пожалуйста, я все отправлю. И в конце этого сезона, в прошлом сезоне, я просто не успела физически, потому что я написала Насте, обещала ей переслать по группе все, огромную коробку номеров, аккредитаций и всего-всего, но не успела, потому что уехала в Австрию. И, в общем, в Австрии я потом сидела два месяца практически, лечилась, восстанавливалась, тренировалась. Мой косяк, извините, я все в этом году переправлю, потому что, ну, я думаю, что в ближайшие полгода я тренироваться в том ключе, в котором мы привыкли, я не буду. Я месяца-полтора проведу дома точно, все отправлю, успею. Так, да, на России буду участвовать. Думаю, надеюсь, что всю программу... Кирпи, привет! Да, я в Хантах. У Норицына нравилось тренироваться. В первую очередь, как бы, я всегда говорю о том, что для меня первостепенные человеческие отношения и просто контакт спортсмен-тренер. На данном уровне спортсмены уже достаточно понимают своё состояние и знаю, что им нужно. Поэтому, ну, скажем так, просто человеческое отношение к спортсмену для меня всегда в приоритете. И в команде, вот, Норицын-Ланцов я это видела, в нынешней команде я этого не видела. И я думаю, что поэтому как бы у нас особо не срослось. Ни про кого я не хочу ничего говорить. Но, знаете, у нас вообще, как бы, тренеры не очень любят, когда спортсмены имеют собственное мнение, когда кто-то о чём-то говорит, выступает и идёт против какого-то тренерского мнения. Поэтому, да, и сторонник очень сильно говорить. Но, как бы, сейчас мне уже нечего терять. Поэтому, ну, вот, сегодня я, как бы, решила так, что в силу того, что после чемпиона России я хочу немножечко сделать паузу, такую достаточно длинную. Хочется уже и поддержать тех, кому, может быть, не хватает поддержки в их мнениях и просто вот поговорить с публикой так вот открыто. Артём Кропинов, привет. Так, тренировки как проходят? Тренировки проходят нормально. Тренировалась, может быть, не так, как хотелось бы в последнее время, но просто в силу своего состояния, в силу своих возможностей. Так, рост 168. Так, дальше идём. В ориентировании себя не пробовала. Спасибо, спасибо. Спасибо. Кошмар. Замуж, замуж, обязательно как-нибудь пойдём. Сейчас я зарядочку подключу. Так, вот так вот здесь. Сделаем. Опа. Так, что у нас там дальше? Как здоровье? Леонтер передаёт привет. Не знаю, что такое. Мне отправь что-нибудь бондарить. Ну, вот отправляю привет. Так, бегать я продолжу, но ближайшее, я думаю, что время, я сделаю некоторую паузу. Ну, посмотрим, как дальше будет. Пока что, да, карьеру продолжаем, но немножечко сделаем, опять-таки повторяюсь, паузу, потому что назрело это время. За 9 лет, ещё раз говорю, что я тренировалась буквально вот один или два раза, я делала паузу, даже когда уходимость. И...